Если говорить о родах, что мы считаем родами срок? Потому что для того, чтобы определить, перенашивать его, недонашивать, вызывать эти роды, не вызывать эти роды, женщины должны знать свой срок беременности. В 60% случаев совершаются ошибки в постановке правильного срока беременности, особенно когда речь идет о переношенной беременности, потому что все расчеты, все таблицы, все формулы, они рассчитаны ровно на 28 дней цикла. Никто не учитывает различную продолжительность цикла, и поэтому у нас всегда есть определенные подвешности. И если говорить о предполагаемой дате рода, рожает по этой предполагаемой, то есть 40 недель, рожает приблизительно 6% женщин, остальные рожают в разные дни, то есть не совпадают их ровно вот эти 40 недель по предполагаемой дате рода. В этом нет ничего плохого, потому что овуляция не обязательно будет ровно на 14 день, и беременность не обязательно должна быть 40 недель. И, собственно говоря, какую беременность мы считаем доношенной? В 2013 году Американское общество кушерогинекологов, а также Международное общество медицины матери плота, Fetal Maternal Medicine, приняли новые классификации родов, где родами в срок, то есть доношенными родами, считаются роды от 37 недель, то есть 37 недель 0 дней, и до 42 недель, то есть даже не 40, а, скажем правильно так, 41 неделя, 6 дней, 42 недели и больше уже считается переношенной беременностью, и до 37 недель это считается недоношенной беременностью, или преждевременные роды возникают, когда мы говорим это до 37 дней. Никто нигде не спасает никакие беременности от родов, то есть если начинается родовая деятельность после 34 недель, потому что оказалось, что все попытки продлить хотя бы на неделю, две, или там, в общем, насколько можно, приводит к более худшим последствиям, чем роды, то есть не зря природа запускает эти роды, не зря ребенок хочет родиться. И вот эта игра в спасение последней недели, вам 37 недель, давайте еще мы вам заглушим все, давайте до 38-40 протянем, это довольно часто заканчивается как раз гибелью ребенка, или же, скажем, серьезными осложнениями беременности, которые приводят в дальнейшем к заболеванию этого новорожденного, ну и также мамы. Поэтому мы не играемся в спасение беременности после 34 недель, это я вам говорю заранее, и считаем, что беременность 37 недель это уже нормальная доношенная беременность. И не надо тут охать, охать, боже, как выживет этот ребенок, потому что 96-97% детей выживают без всяких проблем, рождаются здоровыми, и тут даже не надо переживать. Согласно классификации, мы делим на ранние доношенные это 37-38 недель, доношенный срок это между 39-40 недель, и, скажем, поздние доношенные это до 41 недели 6 дней, то есть от 40 недель до 41 недели 6 дней. В принципе, такая классификация особой роли не играет, именно в плане доношенной или недоношенной. Еще раз повторю, особой какой-то роли не играет, то ли это ранние доношенные, то ли доношенные, потому что исходы беременности в таких случаях на таком сроке всегда одинаковые, то есть не зависит от вот этой одной-двух недель. И поэтому мы и так приняли, что это нормальные роды. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова